Часов в 12 Третий месяц спокойной жизни семья не знает Татьяне угрожают, обещают поджечь дверь Я им объясняю, что я сейчас нахожусь в таком положении Что мне и так не очень-то хорошо Что у меня маленький ребенок в квартире находится Они говорят, и ребенка твоего вытащим И детям твоим будет крындец полный тот придет И все равно ты будешь платить Вот у них одно, одни кидывают эти фразы Ты будешь платить, ты будешь платить Пока мы беседуем с Татьяной, ей на телефон снова звонят Девушка на том конце трубки объясняет Бывшему женщины просрочил пару платежей Долг вырос почти вдвое Сам он пропал Чтобы не работать себе в убыток Микрокредитная контора продала договор коллекторам С адресом женщины А они, чтобы получить свой барыш от сделки Буквально выбивают из людей деньги Как в 90-е Угрожают соседям, пишут на стенах подъезда И стабильно пару раз в день Давят на нервы беременной женщины по телефону Вместе со своими бандитами вы приезжаете С обычными бандитами Которые мне угрожают Которые мне говорят Мы подожгем тебя сейчас в квартире Которые мне кричат Смазывай свою задницу вазелином Ну я что вам могу сказать Начинайте платить Чем вы стоите Почему должна платить я? Потому что Потому что это вы Разрешили в вашей собственности Оформить займ Работали о домашние деньги Заместить начальник Службы экономической безопасности Это уже Челябинск За решеткой работник той самой компании, что терроризирует Наталью Его обвиняют в разбойном нападении Антон Гилко, требуя расплаты, прострелил должнику из травматического пистолета плечо Пострадавший не ходит в суд, избегает камер Слово за него держит адвокат Говорит, деньги мужчина брал на лечение матери Потом начались проблемы с работой Платить не отказывался Просил кредиторов о разумной рассрочке долга Ему начали там бычки кидать на порог Он попросил убрать Ну в дальнейшем В словесной перепалке произошел вот такой вот конфликт То есть он достал пистолет И произвел выстрел Непосредственно в плечо Попал После ранения мужчина не может работать совсем У строителей сейчас остался буквально без рук Жена после этой истории взяла ребенка И от него ушла Несмотря на следствие, мужчине продолжают поступать угрозы А адвокат коллектора просит его пожалеть И отпустить до приговора под домашний арест Те доводы, которые приведены, надуманы Подвиняемые имеют устойчивые социальные связи Супруга, малолетний ребенок Мене пару недель назад звонками парализовали работу спеццентра Остребовали руководству уволить медсестру-должницу Без связи с врачами на двое суток остались сотни пациентов Прокуратура все еще ищет виновных Также в Челябинске полгода назад блокировали работу региональной больницы Звонили разыскивая должника несколько дней подряд Занимая все линии связи Виновных полиция так и не нашла Звонки в Челябинскую клинику прекратили только после огласки в СМИ Все кабинеты режимные и операционные Они взаимосвязаны по телефонной связи Все, эта информация была блокирована и мы не могли в общем-то выполнять свою плановую работу экстренную По сути руки у коллекторов полностью развязаны В России нет закона, который бы регламентировал их работу Коллекторство даже как вид деятельности не зарегистрирован А рассмотрение законопроекта о таких конторах Госдума слово отложила из-за большого количества поправок От них можно избавиться только через официальную регистрацию И официальное лицензирование факторинговой, фактически коллекторской, то бишь факторинговой деятельности И в уголовном кодексе нет статьи, которая бы наказывала их жестокие методы работы Поэтому беременной Татьяны в полиции даже заявление не приняли Сказали, что еще доказать нужно, кто разбил ей окно А звонки с угрозами на уголовное дело не тянут Вот если что посерьезнее случится, что точно потянет на статью, тогда обращайтесь Екатерина Пономарева, Настоящего Времени